Сегодня у нас 9 октября 2017 года. Работаем вот тут после обеда на нашем лагерном огородчике. Вот Инатья Ильич, род Никита. Морковку выкопали, свеклу выкопали. Что у нас? Капуста была небольшая. Уже тут пришли первый раз снег копать сюда с братом. Ушли оттуда сразу. Сейчас вот пришли уже. Снег сошел, подтаял и убираем морковку. Земле ей ничего не будет, она должна сохраниться. Все такое. Осень есть осень. В этом году морковка маленькая у нас. Маленькая. Ой, Володя, а что такая она мелкая-то? Да не знаю, не могу сказать. Вот на ладони она лежит. Ну какая-то. Я смотрел там у Серафимы, там морковка. Я думаю, что одна из причин плохо приредили ее. Плохо чего? Приредили. То есть она часто взошла и не могла вырасти из-за того, что очень много ее. Тут проезжали сестры, но что-то плохо, видимо, приредили. И свекла махонькая, и капуста совсем не выросла. Ну капуста там, я не знаю, что с ней. Я вон капусту-то набрал, там галки, там смотреть не на что, показать кому-то. Смешно даже. Ну вот, дождались мороза. Думали, еще подрастет маленькая. А что подрастет-то? Вот так и человек. Вот придет антихрист, но мы тогда ему покажем. А еще покажешь, время прошло. Вот такая одна грязь только останется. Вот видишь? Нет, брат, вот она морковка. Какая она? Вот она одна даже росла. Не в этом дело, видать. Где-то годы-то уже проредили по-разному, но... Вообще вот она, видно, что она одна росла. И такая махонькая. О! Это сколько я брал, ну пускай тут берет. Пойдем-ка я покажу, какая свекла. Фух. Вот у меня рукавицы какие. Я ползу в этой грунте. Ой. Ой, что-то нога ступила. Вот свекла. Вот некоторая свекла вот такая вот есть. Вот. Вот. А другая вся вот такая вот, такая вот на ладони. Ну явно что, она отдельно растет и не выросла. Еще не поливали или еще... Поливали как раз. Поливали как раз. Да, залили ее. А вот посмотри, какая капуста. В общем, роптать-то, конечно, не надо. Ну... Вот она застыла. Кощерыжка. Вот рукой, видать. Да вот она вся тут такая. Дальше я беру, вытаскиваю. Ну вот она. Это капуста. Кощан, китайцам показать. Конечно, тут нет никаких вредных удобрений. Все это... Ну, свое, законное. Ну, так-то разобраться, что я посадили вы только ее. Тут заняты были все время. Роптать не на кого. Благодарение Богу, мы этой не достойны. А мелко ее можно нафаршировать, там, на что-то там, когда солить капусту. Можно даже немножко и купить. Да мы ее в основном-то не едим. Капусту-то. Что, капусту-то? Ну, конечно. Мы ее раздаем по осени и все. Ага, ну да. А ты вот видишь, вчера Володя тут у Стинов ходил. Ходил на пруды, на второй ходил, на шлюз и здесь ходил. Ходил пешком, видать, вчера на велосипеде не проезжал. Ну, какой суровый вид-то у нашей дамбы-то. Просмоленная, чернотой. Отсюда покажи. Вон она как идет. О, ножик не потерять. Я не знаю, сколько здесь у нас. Ну, около 270-300 свай забили. Большие, маленькие, считаю. Со старыми вместе. Плотину практически укрепили. Она подмыта была много. Много саманили. Подновили ее. Мы ей не занимались уже, я не знаю, сколько лет. Не занимались как. Нагрудили землю-то и больше ничего не делали. А нынче основательно это ее разгладили. Поверхность половина. Вот так. Сегодня там были на костром. Я посчитал три хатки. Одна большая, меньше, еще меньше. Ну, все из камыша. Это андатры. А вот здесь-то вот, вот деревья, которые здесь, это залив такой туда идет. Воду-то подняли, и там бобры. И три, две полностью закончили плотины. Плотинки вот такие вот, больше. Грязью замазано, листья. Вживую я не видал еще никогда так, чтобы у нас трудились они. А третью только начали строить. Видишь как. Тут много можно чему заново увидеть, научиться. Вот это, видишь, тополь весь облетел. Березка пожелтела. А ветлина, купа какая зеленая. Они и так положены. А вон морковку хотели показать погрызенную-то. А ну-ка пойдем посмотрим. Возле вил. Где она? А вот где вилы? Где вилы? Вот люди увидели андатру дали собаке. Ой, какие же вы христиане. Мучаете то-другое, то есть заступается за андатру. Он сидит ничего не только там смотрит, слепой в очках какой-нибудь. Вот она. Смотрите, какая морковка. Он нашел самые сильные морковки и выгрыз. Пустота. Вот она. Ничего нету. Нету. И главное как? Хоть бери стакан и пей воду. Но вот если эту морковку взять, ну сырую поешь. Там толеремия, там какие болезни. Страшное дело. Трудно вылечиться. Кто это съел? Кто это сделал? Сталин выиграл войну. Сталин выиграл войну. Бандит. Грабитель банков. Он выиграл. Он выиграл войну. Каких военачальников погубил. Даже язык не отсыхает у людей. Это выходит Бог покинул людей и не наказывает. Сталин выиграл войну. За каждого немца 5-6 платили. В репрессии, раскулачивании. Сколько погибло и какие военачальники, офицеры. Все погибли. Воевать-то некому было. Просто трупами заваливали их. Вот смотришь штрафбат. И то немецкий генерал говорит. Это непонятно. Разминировать надо. А посылают штрафников. Они взлетают. Мины нету там. Дальше идите. Поэтому я когда слышу на Рейгана недовольность. Сказал империя зла. А на Америке-то не лучше. Но что империя зла, по-другому никак. Власть говорит, делай добро и получишь от нее похвалу. Какую похвалу. Они смотрели, как ты работаешь, все и гнобили и гнобили. Тут же на работу меня только приходили, сколько раз арестовывали. Прямо на работе. А ничего нету. Стихотворение там написал, сказал. Кто-то что-то где-то пошатнул. Нет. Выискивает везде. Я говорю обо всем. И вот это жалетчики эти. Вот теперь морковки. Большие морковки выросли. Настоящие. Видно их. Даже на ладони. Таких морковок-то нет. Он их нашел. Их две большие были на грядке. Это умное животное. Ну и тут можно выбросить. А можно вот так обрезать и сварить. Можно даже это. Пожалуйста. И увидели. Котенок ловит воробья. Воробей там без крыла и застыл. Ой. Ой. Обличитель Лапкина. Ну я знаю кто. Не хочу говорить СД. Священники. Их шпана которые это. Ну смешно. Людей сколько погубили. Недостойно причащающихся. Не учащих. Сейчас на меня баптисты никогда этого не было. Навалились. Ужас. Каждый день ругаются. Обзываются. И утихнуть не могут. Но все равно это утихнет. А им что отвечать то. Они вообще оголдыши. Как отец говорил. Ни креста. Ни пояса. Ни одного канона нету. Ни одного святого отца. Все погубили. Все вышли. Все сытые. Бритые. И он толкует. Мы никого не судим. Это бандит. Убил человека. А второго, третьего, четвертого сел на них. А я никого не сужу. Это была тогда картина. Война в Корее. Но и сидит американский генерал. А перед ним расстрелянная. Жалоб от мирного населения не поступало. А кого поступать то? Ковбасник Крылова. Лев проверял. Когда рыба то. Хлещется на сковородке у мужика. Это говорит. Вас приветствует царь. Они не могут нарадоваться. Они жарятся где то. На все это посмотришь. И поэтому Бога славь только. Славь. Вот наш лагерь. Где деревья какие. Строения. Вышибли оттуда. А нам разве хуже стало? Нет. Так память какая. Этот лагерь вошел в историю. Мировую историю. Снятый фильм занял первое место на международном киноконкурсе. Второе первое место в России. Документальный фильм о православии. Ну он выработал свой ресурс. Там видно башня. Какие сооружения. Качели. А те которые языком то. Говорят лишнее. За что на суде божьем отвечать. Они же ничего не делают. И непрерывно подписываются. У меня уже восемь тысяч с лишним подписчиков. Подписчиков. Я думаю это одни и те же люди. Наверное десятки раз заходят подписываются. Откуда восемь тысяч. Это. Ну считай почти дивизия. Это подписались на нашем канале. Трудно поверить в это. Ну просмотры да. Семь миллионов там восемьсот тысяч. Ну смотрят. Отзывы идут. А другой раз ругательство. Прямо ни на чем. Сидим обедаем. А вы только едите сидите. Дальше я снимаю. А этот только снимает. Сам не работает. Ну не снимаю. Ну не работаю. Ну еще дальше то. Я за своим столом сижу. Мои дети работают. Да и мне пора уже отдохнуть. Семьдесят девятый год идет. Семьдесят девятый. Вчера мне на пророчествовали. Девяносто два года. Я до утра не знаю как дожить. Прямо до того смешно. Ну и вот убираем. Такой огород. Заросшая там где-то что-то. Прожили. Тут и юрга была. И на малину. Малина была. Смородина. Красная, белая, черная. Тут-то было больше. Когда убирали. Зато других у нас работ не было. А сейчас по домам. Сколько там и дров наготовили. Еще только не было. На прудах, на дорогах. А тогда ничего этого не было. Занимались только огородом. Тут такой порядок был. Частота. Еще сегодня заканчиваем. Не могут машину отремонтировать. Думают, что генератор купили. Подсунули им бракованный. Надо узнать, можно ли из другой машины снять. Доехать и там разобраться. В Барнауле же покупали-то. Не на урывке. Ну вот такое дело. Все. Никита закончил. Давайте, ребята, сейчас грузить. И на этом все. Здесь огород запечатывать, завязывать. Мне до того охота на дамбу походить по ней. Но уже некогда. Сильно красиво все сделали. А грачи-то когда улетают-то? Что-то летает? Они поздно улетают. Это галки полетели. Вот эти быстро крыльями машут. Это галки, да? Это впереди галки. А вот это что? Это грачи. Грачи и галки. Они вместе летают. Галка серенькая. А я их издалека узнаю. А другие, они могут ворону от грача отличить. Говорят. Все-то они играют сегодня. Может быть. Не, просто я смотрю, они что-то слишком часто махают. Наверное, все галки все-таки. Галки так. Именно галки. Да. Это сорока летит. У ней длинный хвост. Управление какое-то. Ворона полетела в другом направлении. Вчера мы видели рябчиков, десятки рябчиков. Трудно сказать сколько, но в табуне летело больше двадцати стая. Видишь как. Я пойду посмотрю сейчас там черноплодка. Может что-нибудь найду. Или яблочко какое-то. Есть, есть там. Есть. Нож мой вон там лежит. Вон. 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 Один собрали, а этот нет. Еще нету. Нету. Да. Они вот эти вот, которые там есть, похожи на клещей, которые у шарика бывают. Вот она, гляди. Ага. Не догадаюсь, что это боб. Вот он какой. Да, я один урожай-то собрал уже весь. Ну ладно. Я как-то слышал по радио. Один китайский товарищ довольно разбогател. У дверей у него мы увидели четыре мешка бобов. Вообще. Так разобраться-то, человеку там немного надо. Интересно. Ну, сектанты нападают там понятно. Еретики. Они привыкли. Жирно. Ну, православные, когда видят, то бедно одет. Или там. Да как. Да это все жития об этом говорят. Ну. Главное, нападают за это. Вот. А ведь тут рукавица у меня такая. Ой, да как это так. Да святые-то как жили-то, посчитай. Во время Златоуста в баню семь недель не ходили ни мужчины, ни женщины. Семь недель. А женщины разные были. Не ходили в баню. Ну, может, дома мылись, я не знаю. У православных все жития наполнены этим. Сходостью. Это ради Христа. А Иоанн Креститель как? Другие жили в жажде, в ноготе. Павел говорит, искитались в милотях козьих кожах. Православное это самое. Ну, сектанты понятно, что все отвергли. Такое комфортное христианство-то, диванное, московское. Так, посмотрю, схожу. Вытаскивайте мешки пока. Ага. Слава Христу. Слава Христу.